итак всем привет вы на канале в уран гараж 35 это очередной божик сегодня у нас на ремонте брпи люнкс 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 ст 550 550 мотор 550 мотор и проблема у вас передней подвеской то есть подвеска у ее на саблях так называемых саблях и левая сабля лопнула и то есть получил пиздюля в левую сторону загнула амортик даже заклинило это короче старый амортизатор и пришлось изготовить новый принципе нормально получилось все чете этот амортик остался старый но завтра завтра его переделаем тоже на новый завтра переделаем на новый потому что мы купили купил сначала для пробы один амортик подойдет не подойдет все подошло завтра значит сделаем еще один вот и по сабля сабли уже кто-то ремонтировал то есть это и я сейчас заварил ее прихватился выставил как бы по здесь сделал трубочку чатеньку и по двум сабелькам сложил ее с ровной и в принципе сварил сварилась нормально но получается лопнула она лопнула она у нас по сварному шву вот здесь был сварной шов и у меня здесь же швы нашел получился но я вижу что был уже это видно было когда распилил то есть вот здесь еще один сварной шов и он идет идет вот так и вот сюда пошел и до сюда то есть толщина металла полтора миллиметра обычный профиль сделал накладочку накладочку приварим накладочку на то есть обвалил там прицепимся здесь здесь краю сверху в точками на ставим и на электро заклепки еще поставим накладки думаю буду делать с этого боку с того боку и снизу снизу ну ну да наверное снизу еще будет сильно жестко это все дело не надо делать потому что как бы лучше пусть она при ударе лопнет как что здесь произошло пусть она лучше лопнет сабля чем гнет амортики но и сильно слабо тоже делать как бы вот просто так заварить ее здесь да но это беспонтово то есть заваришь и один удар она также согнется это все дело потому что уже ремонтирован не первый раз согнется не по моему шву согнется по другому шву поэтому немножко усилить надо вот как то вот так как-то вот так и и привезли тайговский мотор поэтому мотору парни на на я сниму это у нас рмс 500 рмс 500 1 карбюратор они пишут рмс 500 2 карбюратор на дукате здесь заклинил коленвал частая проблема на рмс 500 именно у их клинит коленвал то есть щек но не не заклинило коленвал не шатурные просто левая щека расползлась думаю по ремонту будет мануальчик а может не будет а может тоже боже будет как-то так уже переоделся целый день уже устал так скажем короче линкс готов сделал рельсу как бы ну под выправил получаться в правил под той под как по кондуктору и сделал накладочки с трех сторон по 2 миллиметра ну как и говорю а мортик новый сделал и пришлось пришлось даже вынимать короче мотор потому что ну давайте капот откроем пришлось вынимать капот мотор потому что короче здесь получается ну здесь соответственно не стаканы до 2 тяги идут и тяги крепятся вот в этом месте то есть болты не подлезьте не под стартером то есть не подгушителем то есть пришлось вытаскивать мотор тяги пришлось снимать потому что было все кривое то есть удар был такой не слабый потому что ну загнула и мортик загнула и тяги загнула сабли это говно они вообще не держат как бы то есть по отзывам и других водительцев они складываются очень часто то есть эта подвеска она такая не держит сильных ударов так скажем вот но соответственно вынимал мотор были немножко тут короче уже не ротокс это цилиндры но низ вроде бы ротокс то есть картер ротокса не знаю как у коленвал цилиндры стоят уже римовские лепесткового клапана и впускные порты порты патрубки кто как их называют они тоже стоят уже римовские и немножко сапливил на левом коробе снизу впускной патрубок то есть лепестковый клапан поэтому перекрутил все болтики были задрочены то есть этот мотор уже не первый раз кем-то разбирался перекрутил на болтики под шестигранник но не все поставил новенькие поменял масло в коробке ну то есть обслужил снегоход почистил корбы помыл вот осталось завтра доделать развалилась сеточка на воздушном фильтре не сетка больше развалилась губка она отваливаться крошится и крошится туда прямо фильтр поэтому надо не знаю купить губочки и наверно скорее всего просто сделать окантовку вот то есть все нормально получилось примеру а марты снегоход встаешь ну и не знаю на телефон непонятно вода давайте в тиски за тиски зажму телефон телефон в тиски зажимал так соответственно амар пока сделал 11 но скорее всего сделаем и 2 потому что ну один масляный получился другой газовый а подвеска нормально работает то есть она обратно не отстрелива нормально мягко хорошие морды получились вот как-то так то есть все его отдаю разберем пятисотки мотор который вот здесь стоит стаги он там тайга патруль 502 карбюратор на разберем мотор посмотрим ну я так думаю что у его короче коленвал просто расписывался и все и потому что нету зазора между щекой и картера поэтому думаю коленвал отъехал смысла его например обратно собирать поджимать и там править что-то делать с ним нету потому что он также только только где-то нагрузки дашь он также разъедется вот как-то так то есть до завтра завтра будем разбирать рмс сегодня наши полномочия закончены мы поехали домой ну что ребятки следующий день следующий день и расчехлил я мотор сначала было сначала было вроде бы и радостно что только развалился подшипник то есть заклинило сепаратор до на крайнем подшипнике соответственно самым нагруженным но потом присмотрелся как это вам парни показать о да вот так отлично видно вот видите идет но так видно что идет вот трещина и трещина идет сюда вот до пальца поэтому мои подозрения были верны что коленвалу пипец хотя когда уже разобрал карте раскрутил посмотрел одну половинку снял увидел что подшипник развалился и казалось как бы все будет ладушку подшипники только бы заменить и все можно летать дальше а так остальные подшипники все в порядке так знаете из-за чего это все происходит это мое личное мнение не пытаясь всего никому навязывать да но я думаю она единственное правильное смотрите это у нас rmsz 500 я не знаю как на ротокс 500 3 ротокс я ни разу не разбирал но думаю что там немножко по-другому в картере есть у нас сверление то есть да вот она вот она вот так вот оно сверление а подшипник подшипник стоит вот так вот то есть получается вот так подшипник стоит видно по следу то есть здесь максимум какая щель было это но около миллиметриков около миллиметрикой и она видно но тут грязь от того что да нет грязи то не должно быть дам подшипник разваливаться откатом грязь тут грубо говоря вот в этой камере промеж двух подшипников здесь можно сказать сажа что вот в этой половинке картера что в этой половинке картера да то есть натуральная сажа а должно быть как бы ну чистенько должно быть то есть вот например взять сальник давайте под цвет подойдем взять сальник со стороны зажигания он подтекал но с другой стороны как вам показать с другой стороны видео он чистенький то есть он чистый то есть отмытый бензином он чистый без всякой сажи со стороны вариатора он соответственно в грязи то есть он в пыли в такой во всем шлаки так скажем которые есть в моторе в моторе в этом у нас дистактник это больше идет копоть что на поршнях нагар тот же самый здесь вот как то так то есть изначально у нас получается не было смазки не хватало смазки смазка проходила вот к этому подшипнику только через вот этот подшипник то есть заходила между щекой проходила через сепаратор но когда это все дело вращаться это то же самое что ну грубо говоря это создается гидроклин на больших оборотах да и на больших оборотах недостаточно смазки вот для этого подшипника сохнет он сохнет перегревается у его развалился сепаратор его собрала в кучу как бы да соответственно мотор так скажем остановился колом встал и получаться не выдержала не выдержала щека и щека у нас лопнуло время у нас сейчас поздно уже вечер поэтому завтра завтра позвоню клиенту и расскажу по этому мотору если надо будет поэтому мотору это у нас rotax 503 или же rms 500 сниму мануал по сборке мотора со всеми зазорчиками тут чокуда что почему если надо пишите в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал все будем завершать а уже следующее видео будет скорее всего по сборке данного аппарата все парни всем удачи всем пока катайтесь не ломать